Вячеслав Демьяненко на свободе. С 23 марта он находился в плену у российских вооруженных сил. Подробнее наши журналисты. В бодром настроении, цел и невредим. Демьяненко сидел в одиночной камере. Кормили, говорит, три раза в день. Отдыхать тоже можно было. Фактически над нами никто не издевался. Я думаю, что Российская Федерация преследовала свои какие-то интересы, удерживая нас там. По словам военных экспертов, подразделение, в котором служил Демьяненко, Центр информационно-психологических операций, по сути отвечает за боевой дух войск, анализ ситуации и взаимодействия с местным населением. Плюс еще само название, знаете, информационно-психологических операций, оно такое шокирующее. Может быть, несколько перепугало Российскую Федерацию, поэтому не поняли, с чем они имеют дело. Кто конкретно держал его в плену, Демьяненко не знает. Допускает, что это могли быть и российские правоохранители, и специальные службы. Все особи, что пребывали в том месте, где меня удержали, были в масках. Большого никто не разговаривал. Пришли, сказали, собирайтесь, вы едете на Украину. Российские военнослужащие довезли Вячеслава Демьяненко до Чангара. Оттуда украинские волонтеры забрали его в Киев. Обо всем капитан будет докладывать в Министерстве обороны. Дмитрий Казанцев, Максим Кошелев, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.